Переходы 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 Здравствуйте! На этом и в следующем уроке разговор пойдет о переходах, которые находятся на вкладке Transitions. Посмотрим, как они работают, как ими можно управлять и как создать собственный переход со своими личными настройками. Вы наверняка не раз видели такие слайдшоу, где происходит смена фотографий, Причем снимки не просто идут друг за другом, а сменяются каким-то визуальным эффектом. Например, перелистыванием страницы, растворением, через уменьшение или увеличение масштаба, вылетанием, ну и тому подобное. В таких переходах огромное множество. Вот как раз на примере сделаем обзор работы с переходами и научимся создавать подобный слайдшоу. К тому же вы узнаете некоторые сопутствующие тонкости этого процесса. Итак, я перехожу на вкладку Project Media и из 11-й папки с примерами импортирую, нажав вот на эту иконку, все фотографии, которые были заранее отобраны. Нажимаю Enter и все фотографии друг за другом поместились на таймлайн. Теперь можно увеличить масштаб, прокручивая колесико мышки и посмотреть, как эти фотографии встали друг за другом. Между ними пока что нет никаких переходов, смена происходит резко, быстро. И наша задача на этот и следующий урок немного оживить данную картинку. Для того, чтобы наложить переход между двумя фотографиями или между двумя видеокусочками, надо сначала выполнить CrossFade. Поэтому я беру каждую фотографию и пересекаю ее с предыдущей на монтажной ленте. Выделяю объект, пересекаю ровно на одну секунду. Если у вас включена вот эта опция автоматического залипания, то CrossFade на одной секунде залипает. То есть я пересекаю, произошло залипание и как раз то место, где они на одну секунду пересекаются, подсвечивается розоватым цветом. Очень удобно, по крайней мере на первых порах, пока вы создаете предварительные пересечения. Еще одна полезная функция. Если вы включите автоматическое смещение, то у вас не будет образовываться вот таких вот пробелов. То есть сейчас, если сюда навести курсор, появилась чернота между двумя фотографиями. И второй снимок надо двигать сначала на одну секунду и потом пересекать с предыдущим. Снова образуется вот такая дырка. Если же включить автоматическое смещение, то все фотографии будут двигаться вместе, друг за другом. Итак, оно у меня активно. Я беру следующий объект, пересекаю, следующий, следующий. Так работает намного быстрее. Все, пересечение готово. Предварительно CrossFade настроили, теперь можно поменять эффекты. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот за 15 секунд видео практически у меня получилось два подтормаживания, которые имеют не совсем понятную природу на первый взгляд. Вот здесь подтормаживание произошло. Здесь нормальная смена CrossFade. И здесь произошел рывок, хотя тоже должна быть нормальная смена фотографий друг через друга. Сейчас я объясню, в чем дело. А дело в том, что эти фотографии сделаны обычным цифровым фотоаппаратом, обычной мыльницей с разрешением 8 мегапикселей. Если мы посмотрим на размер и сводные данные любой фотографии в этом проекте, то видим, что размер составляет 3800 на 2600 пикселей. В то время как размер нашего проекта 720 на 576 пикселей. Обычный PAL-DV формат. То есть каждый снимок намного больше, чем разрешение экрана. Поэтому, если вы собираетесь делать слайд-шоу из фотографий, предварительно не поленитесь и уменьшите их размер. На конечное качество в финальном рендере это никаким образом не повлияет. Но зато вы упростите работу Vegas'у, ускорите процесс рендера, да и непосредственно монтаж будет проходить легче, потому что будут отсутствовать всякие подтормаживания. Для уменьшения размера фотографий можете воспользоваться любым графическим редактором, скажем, тем же Photoshop'ом. Однако, как правило, я Photoshop для подобных целей не использую, потому что это сильно мощный инструмент для того, чтобы выполнять такую простую функцию. Существует достаточно много маленьких утилит, которые способны пакетно работать с фотографиями. То есть применять какое-то одно действие к целому пакету фотографий, к большому их количеству, по нажатию буквально нескольких клавиш. Чаще всего я пользуюсь такой программкой, как ACDC. Давайте покажу, как она работает. Прежде всего мне надо найти фотографии, эти на жестком диске. То есть я знаю, что они лежат в 11 папке с примерами. Я, конечно, могу зайти в пуск проводник и искать здесь соответствующую папку. Но можно сделать немножко проще. Если нажать в окне Project Media правой клавиши на любом файле и выбрать вот этот пункт из контекстного меню. Explorer Container Folder, что означает отобразить содержащую объект папку. Появляется окошко проводника, где данный файл размещается. Итак, я нажимаю на фотографию. У меня по умолчанию ACDC сразу открывает предварительный просмотр этой фотографии. Нажимаю обозреватель. Выделяю все снимки, поскольку все хочу изменить по размеру. Перехожу в меню Service. Пакетное изменение размера. Фотографии все большие, поэтому оставить 30% от оригинала будет вполне нормально. В параметрах указываю, что удалить исходные файлы и заменить их маленькими копиями. Нажимаю изменить размер. Вот с такой скоростью работает это приложение. Все. 10 фотографий изменили свой размер. Нажимаю готово. Перехожу обратно в Sony Vegas. И смотрю, что фотография стала размером 1162х778 пикселей. Очень удобно и быстро. В принципе, конечно же, этот шаг можно пропустить. Если ваше слайд-шоу небольшое, и подтормаживание Sony Vegas вас нисколько не смущает. Если же хочется работать комфортно, то, пожалуйста, совершайте данную операцию. Давайте посмотрим, как теперь выглядит работа в Vegas. Нажимаю пробел. Плавная смена первой фотографии. Такая же плавная второй. Третий. То есть теперь никаких подтормаживаний нет. Кстати, если у вас нет никакой утилиты, которая бы уменьшала размер фотографии, то можете скачать тот же самый ACDC в интернете. Если зайти на сайт ACDC, ACDC.com Продукты ACDC Photo Manager 12. И вот здесь есть кнопочка Скачать 30-дневную бесплатную версию. Нажимаете на нее. И будет происходить закачка. Download now. Нажимаете сохранить. И trial версия сохранится у вас на компьютере. После чего установите. И у вас будет возможность попробовать попользоваться этой утилитой. Итак, CrossFate мы настроили. Размер фотографий уменьшили. Теперь самое время применять переходы. Отправляемся на вкладку Transitions. В левой части имена категорий. В правой части примеры того, как одна фотография или как один видеофрагмент будет сменяться другим. У меня выбран сейчас пункт 3D Blinds. Применю самый первый переход, который имеет название Simple. Беру мышку и просто стаскиваю на перекресте CrossFate. Появляется окошко с настройками эффекта. Вы можете вносить сюда какие-то дополнительные изменения о том, как это делается и как создать собственные настройки и сохранить мы поговорим в следующем уроке. А пока что воспользуемся стандартными настройками, которые предоставляет Sony Vegas. Поэтому данное окошко просто закроем и посмотрим, что нам это дало. Перекресте CrossFate сменилось названием категории перехода 3D Blinds. Нажимаю пробел и смотрю на результат. Все аналогичным образом можно перетаскивать переходы на все остальные фотографии в нашем небольшом слайд-шоу. Допустим, я перехожу на какой-нибудь другой тип переходов, применяю следующий переход, оставляю все настройки по умолчанию, просто закрываю это окошко, смотрю, что получилось. Аналогично поступаем со всеми остальными фотографиями. Берем понравившийся переход, стаскиваем на перекрестие CrossFate, закрываем окошко, устанавливаем курсор перед переходом, нажимаем пробел, смотрим на результат. Так у нас осталось раз, два, три, четыре, пять, шесть переходов. Я произвольно из разных категорий применю переходы. И, например, вот так. Что делать, если примененный переход вам не понравился? На этой фотографии смена через засветление, а следующий переход через затемнение. Этот переход мне не нравится. Для того, чтобы его редактировать или удалить из списка, надо нажать вот на это перекрестие в названии перехода, появится окошко с настройками, и в этом окошке кликаем вот на эту кнопку с крестиком. Переход удаляется и остается просто обычный CrossFate. Один переход удалили, другой применили. Тоже, на мой взгляд, не очень удачный. Пусть будет вот так. Всеми любимое перелистывание страницы находится вот здесь, PageRoll или PagePill. Три категории с перелистыванием страниц. И осталось еще два кадра. Одна фотография. И следующая фотография, например, вот так. Итак, мы применили переходы на смену между всеми фотографиями. Нажимаем клавишу Home, отправляясь в начало, пробел, и смотрим, что у нас получилось. Ну и так далее. Не хватает музыки. Естественно, что на подобный слайд-шоу лучше всего подкладывать какой-нибудь аудио трек, чтобы не было скучно смотреть, пусть даже и очень красивые фотографии. Поэтому я перехожу на вкладку Project Media, нажимая иконку импорт медиафайлов и из папки 11 импортирую звуковой файл и смещаю его вниз на таймлайн. Что еще можно сделать? Во-первых, мы все переходы сделали одинаковыми по времени. Они у нас ровно по одной секунде. Если вы хотите сделать акцент на каком-то конкретном переходе, который бы занимал больше времени или наоборот меньше времени, то просто смещая фотографию вправо-влево, либо увеличиваете, либо уменьшаете время перехода. Работают они по тому же принципу, что и CrossFade. То есть Vegas автоматически будет отслеживать, насколько далеко вы перемещаете один файл внутрь другого и сам будет подстраивать длительность перехода. Тем более в секундах подписывается, какую он имеет длительность. Вот сейчас 2 секунды и 9 кадров. Переход стал более плавным, более растянутым по времени. Так, наша аудиокомпозиция имеет продолжительность около 30 секунд. У нас есть еще две фотографии в конце. Я предлагаю их просто удалить, подогнав фоторяд под музыку. После удаления предыдущих снимков отсюда, от них остался вот этот эффект затухания в конце, поэтому его можно немножечко подрастянуть. Он уже готов, допустим, на 2 секунды. Вполне подойдет. В принципе, коротенькое слайд-шоу уже готово. Музыка подложена, смена фотографий происходит с помощью какого-то эффекта, можно окончательно рендерить композицию. Мы это сделаем на следующем занятии, а также продолжим обзор переходов и посмотрим, как их можно настраивать и сохранять, добавляя в общий список свои собственные личные установки, чтобы помимо тех вкладок, которые тут присутствуют по умолчанию, появлялись какие-то дополнительные, которые вы сами создали. А теперь то, что касается списка переходов в Вегасе. У меня их достаточно много, потому что какие-то из них были доставлены дополнительно. Те, которые присутствуют в Вегасе по умолчанию, не имеют никаких отметок, а те, которые я ставил дополнительно, имеют такие вот перед собой синие кубики. На них можете не обращать внимания, потому как я буду пользоваться только стандартными переходами, которые также присутствуют и в вашей программе, а все остальные эффекты, которые ставились дополнительно, задействованы не будут. И еще один момент, который касается непосредственно работы с видео или фотомонтажом в программе Вегас. Дело в том, что мы для ускорения работы изменили размер фотографий физически, но в некоторых случаях, когда вы накладываете какие-то эффекты или переходы, это предъявляет избыточные повышенные требования к компьютеру, к Вегасу. Естественно, он все равно рано или поздно будет подтормаживать. Например, если вы используете HD-видео или фотографии вы все-таки не уменьшили в размере, потому что либо это не хотите делать, либо этого вам не надо делать. Есть еще один способ облегчения работы Вегаса и уменьшения подтормаживаний, это когда вы изменяете качество предварительного просмотра. Изменяется она вот здесь, нажав на эту кнопку. Сейчас у меня установлено наилучшее качество Best и Fold. То есть предварительный просмотр происходит в идеальном 100% качестве. Однако, как правило, 100% качество видео предпросмотра не требуется, потому что, в принципе, вы знаете, с каким материалом работаете. У вас уже присутствует в голове некая схема, что за чем идет. И во время монтажа вам надо просто видеть примерное отображение того, что происходит на монтажной ленте. Поэтому, если вы вместо наилучшего качества поставите отображение предварительного просмотра наполовину, это немного добавит размытости, но в принципе картина остается четкой и понятной. В то же время сам процесс предварительного просмотра станет быстрее. Быстрее, плавнее. Если вы накладываете какие-то эффекты или переходы, именно в этом случае можно будет увидеть нормальный эффект или переход без дергания и подтормаживания. Если уменьшение качества предварительного просмотра вдвое не дает нужного результата, можно поставить уменьшение качества в 4 раза. И все равно картинка остается более-менее понятной, несмотря на то, что достаточно сильно размыто, однако и в данном случае работать можно. На этом урок подошел к концу. В следующем занятии продолжим. Посмотрим дальнейший обзор переходов, как их можно настраивать и добавлять в общий список, создавая свои личные настройки и установки. в общий список. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...